Утро на Болткоме 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 Об этом немножко, ну, скажем так, примерно те же люди, которые писали эти жалобы, они решили, что что-то здесь не то, что тут какое-то кощунство. И в итоге один из отвергнутых поклонников Рины взял и, ну, пожаловался в то, что мы сейчас называем судом, Ариапак. Так, дело дошло до судебного разбирательства, и в итоге защищать Фрину вызвался известный греческий оратор Гипперит, если не ошибаюсь, да. Как часто бывает на судах, он почувствовал, что что-то его речи пламенные не очень вызывают особого эффекта, да, и дело пахнет приговором. Тогда, по некоторым версиям, он взял, подошел к Фрине и сорвал с нее одежду, и она предстала перед судом обнаженной. Ну, и, соответственно, это произвело впечатление на судей по древнегреческим представлениям о прекрасном, то есть, что столь совершенное тело не может скрывать несовершенную душу. И она была оправдана. И, то есть, ее безбожие, как бы, обвинения были сняты. То есть, по сути, и тогда были жалобы, были суды, были недовольные. Но что главное в этой истории, по сути, потому что я так понимаю, что претензии были к скульптурам именно античного периода. Вряд ли скульптуры 20 века, например, ну, как, если пример возьмем, их в Эрмитаже нет, но все-таки. Константин Бранкузи или Альберто Джекаметти, ну, они немножко другого рода, и они не должны, как бы так, вызывать такие эмоции. Они совсем ради другого были сделаны. Но античные скульптуры, они действительно восхваляли, прославляли красоту человеческого тела, и через него передавали красоту и величие человеческой души. Соответственно, мы говорим здесь о эстетической категории, которая была выражена в этих произведениях искусства, как прекрасная. И возвращаясь теперь в 20 век, в 21 век, в наше время, что мы смотрим? Мы видим, что есть люди, которые запрещают другим людям воспринимать скульптуру через эту эстетическую категорию. То есть они отрицают то, что искусство человеческое тело изображает как прекрасное. То есть передавая красоту человеческого тела, мы говорим о красоте души, о красоте человека в целом. Хорошо это или плохо, вот как бы тут надо разбираться, потому что греки никогда в мыслях своей не держали то, что эти произведения должны вызвать какие-то не те мысли. И если я вот, допустим, не знаю, вспомню себя в Эрмитаже, когда я там был впервые в 10 или в 11 лет, я ходил по Эрмитажу с фотоаппаратом и фотографировал все то, что мне было интересно, все то, что казалось мне красивым. Мне родители так и сказали. Можешь фотографировать все, что тебе понравилось. И вот потом, просматривая эти фотопленки со своего первого фотоаппарата «Смена 8М», как сейчас помню, у меня практически все фотографии – это древнегреческие скульптуры. И практически на всех фотографиях эти фигуры не были одеты. Ну, что поделать. Никакого влияния, я надеюсь, на мою психику и на мою дальнейшую жизнь это не оказалось. Тем не менее, внимание обратили именно на эти скульптуры. Ну, это так. А в качестве ироничной шутки, а что касается античного восприятия, да, вы, безусловно, правы. И мужская нагота, она воспринималась с героической точки зрения, а женская считалась идеальной, значит, божественной и не могла быть чувственной. Просто хочу добавить, что Давид Микеланджело, он же вначале был, он стоял на площади. Опять-таки, ну, абсолютно обнаженная мужская фигура, прекрасная, красивая. Это уже было во Флоренции. Копия и сейчас стоит на площади Синьории. Да, копия стоит, оригинал просто внутри. А в Пушкинском музее он, в принципе, тоже абсолютно доступен всем посетителям музея прямо чуть ли не при входе. То есть я к тому, что это было, абсолютно воспринималось, естественно, не только в Древней Греции, но и спустя там тысячу лет и более. Ну, справедливости ради отметим, что и в Средние века в Европе, и чуть позже тоже скульптуры то не закрывались, то не прикрывались, то не опять открывались, то можно, то нельзя. В Испании, например, вот при католических королях, ну, всё это было запрещено. А чуть позже появился Гой, опять же, с двумя версиями. В продолжение сказанного Валерия, Маха была обнажённая, Маха была одетая. Вот ещё такой момент. Мы же говорим о том, что эти скульптуры якобы влияют на несовершеннолетних. Давайте вот задумаемся, как несовершеннолетние попадают в музей. То есть, ну, они же не приходят туда так в перерыве между уроками, потому что в музее буфет, где вкусные чипсы и колу можно купить, правильно? Они попадают туда явно со своими родителями или с кем-то из взрослых. И задача взрослых — сообщить детям правильный контекст этих произведений, да? Как-то рассказать, потому что, может быть, кто-то поймёт, кто-то не поймёт. У меня никаких проблем с этим не возникло, да? У кого-то, может быть, возникнут из детей, я имею в виду, да, что они неправильно поймут как бы какие-то моменты. Но для того взрослые рядом и находятся, для того, наверное, они их и повели в музей, чтобы что-то показать красивое, да? А не так, чтобы, а ну давай этот зал пройдём, ты закрой, пожалуйста, глаза, мы пойдём туда, там картинки, да? То есть, нужно воспитывать, нужно объяснять, нужно прививать вот это правильное чувство прекрасного. Абсолютно верно, да. Это моё глубокое убеждение. Но ведь эта цензура существует не только на уровне Эрмитажа. Она существует, например, в социальных сетях. Мы знаем о том, что любая, ну вот попытка воспроизвести фрагменты картин с женской обнажённой натурой, она может вызвать вплоть до бана реакцию. Да, верно. Не может, а именно вызывает. Так что происходит, модераторы блокируют. Часто в течение 30 секунд. И вот, ну вот, что это такое? То есть, в принципе, где вот, почему то, что разрешено, получается, в музее, запрещено к воспроизведению вот в социальных сетях? Хотя вот разницы практически никакой. Ну, вы понимаете, что социальные сети – это всё равно частная территория, и у них свои правила могут быть. То есть, нравятся они нам или нет, одобряем мы их или нет, принимаем мы их или нет. То есть, или мы следуем этим правилам, или мы покидаем эти площадки. Тут другого выхода, к сожалению, нет. Я не вижу способа, как перевоспитать социальные сети. Именно с точки зрения их отношения, скажем так, они узурпируют право считать, что полезно и что не полезно этому сообществу, которое в этих социальных сетях находится, и диктуют эти правила, как им считается удобным. Вот здесь нам слушатель пишет, что интересно, что в советское время, когда была запредельная цензура, на Эрмитаж никто не жаловался, сейчас это стало проблемой. И дальше он пишет, что мне кажется, что проблема в том, что уровень образования упал, и в этом причина, а не в скульптурах. Как вы считаете? Я абсолютно согласен. Уровень образования, особенно художественного образования, не то что упал, он как бы просто его нет. Люди привыкли получать какой-то эрзац-продукт, они привыкли, наверное, к чему-то, что очень легко употребляется. То есть массовая культура, и нет желания углубиться, нет желания почувствовать какой-то культурно-исторический, эстетический контекст тех или иных произведений. Сейчас даже мало кто сможет объяснить, в чем новаторство того же Черного квадрата Малевича, потому что просто люди этим не интересуются. Они это знают на уровне, о, я так тоже могу. Вот, весь культурный бэкграунд у них такой. Надо учиться, конечно. С другой стороны, мы даже затронули проблему цензуры в социальных сетях, но, коллеги, будем откровенны, в социальных сетях иногда публикуется такая, с позволения сказать, мягко выражаюсь, ерунда, не имеющая ни малейшего отношения ни к чувству прекрасного, ни к эстетике и так далее. То есть всякой грязи может быть очень много, и не будь цензуры, проблема была бы совершенно другой. Это все-таки разного порядка, мне кажется, вопрос. У меня вот к Валерию скорее вопрос. Насколько вы часто сталкиваетесь ли вы с ограничением, ну вот с какой-то цензурой по отношению к своим работам, которые, да, они часто изображают вот обнаженное женское тело, но при этом, ну, они производят очень, действительно, потрясающее эстетическое впечатление? Ну, скажем так, я не помню случая, чтобы у меня были серьезные какие-то проблемы с моими работами, вне социальных сетей, подчеркну, да, потому что все-таки на тех площадках, с которыми я имел дело, там как бы относились к этому с пониманием. Ну, я не трясаю, что это не произойдет в будущем когда-либо, да, потому что у каждого автора есть какой-то, вот, в каждой работе есть желание что-то сказать, да, используя какой-то визуальный язык. И если этот визуальный язык, вот, который необходим, по моему мнению, в данной работе, может кого-то шокировать, то я готов, в принципе, к такому исходу, что реакция будет негативной в какой-то степени у кого-то. Но пока на данный момент таких проблем не было. Так что вот. Валерий, скажите, пожалуйста, с кем из моделей легче работать, с мужчинами или женщинами? То есть, проще формулируя, кому легче раздеться? Мне сложно сказать. Из моделей мужчин у меня был только один, это я сам. А с женщинами работать проще, но есть момент. Есть, как бы, профессиональные модели, есть непрофессиональные. Нет такого, что одни лучше, другие хуже. Есть то, как человек себя не то что видит, а ощущает. Для меня важно, чтобы человек, допустим, сумел вжиться в какую-то ситуацию, которую я ему предлагаю, и почувствовать, как бы они действовали в этой ситуации. И как бы они чувствовали, как бы они выражали свои эмоции в этой ситуации. Вот это важно. Но когда способность человека принимать красивые позы, для меня совершенно не принципиально. А вот тут спрашивают очень интересный вопрос. Почему массово девушки в сети выкладывают свои голые изображения? Ищут ли они партнера или хвастаются красотой? Ну, тут есть куча вариантов, конечно. Да, хвастаются красотой – это нормально, я считаю, вполне. Искать партнера – окей. Тоже нормально. Да, ну, я не знаю, насчет, правильно ли они выбирают способ в этом отношении, но это как бы не мне судить на самом деле. И для многих, ну, как многих, для определенной части – это, возможно, заработка. Собрались трое мужиков поговорить за женскую обнаженку. Молодцы, конечно. Нет, это вполне нормальная, как бы уже практика достаточно распространенная. Так что это есть. Но я к тому, что не каждая девушка, которая фотографирует себя просто в зеркале, ее фотография является фотопроизведением искусства. То есть что для этого нужно, чтобы женское тело превратилось в что-то большее, чем просто эротика? Хороший вопрос на самом деле. Потому что изначально искусство задумывалось так, чтобы вызывать у нас эстетические какие-то переживания. И чаще всего эти переживания, опять же говоря, об античности, должны были быть какими-то позитивными. Конечно, там была и драма, и были какие-то моменты, связанные с обыгрыванием древнегреческих мифов, довольно тяжелых и жестоких. Но, в принципе, основой обнаженной натуры всегда было что-то позитивное. Сейчас искусство, это просто, как бы с учетом событий 20-го и 21-го веков, это уже просто некая художественная практика, результатом которого является произведение искусства. И здесь уже совершенно другие правила игры. То есть для того, чтобы обнаженное тело стало произведением искусства, мы можем, в принципе, бесчисленное количество вариантов придумать. Это может быть простая фотография любительская в зеркале, которая помещена в контекст китча или упарта. То есть всё, что угодно может быть, да. То есть произведением искусства сейчас является то, что автор объявил произведением искусства. Спасибо огромное. К сожалению, нам нужно уходить на рекламную паузу. Огромное спасибо Валерию. Спасибо. До свидания. Утро на Болткуме